Я даже не очень точно знаю, как называется тот объект, о котором я хочу говорить, потому что он впервые попал мне в руки. Вот в руки, да, но сначала изображение попало в руки. Среди книг, маленьких книжечек, которые остались от мамы, после их посещения Югославии, они с папой очень часто туда ездили, потому что у нас там жили и живут, продолжают жить родственники. И это была маленькая некрасивая картинка. Она называлась «Дуплайска-колица», вот как я ее так и называла, «Дуплайска». И потом для доклада, для того, чтобы возможно было говорить об этом по-русски, много-много раз пыталась на интернете, конечно, сначала найти русский эквивалент. И потом у Рыбакова, наконец, я нашла, что он называется «Дуплянская» по-русски. Вот почему-то он называет «Дуплянская», и я так и останусь. Значит, я должна признать, что тема доклада как бы передо мной всплыла случайно, не вдруг, и совсем не тогда, когда я получила приглашение выступить на этой конференции, а гораздо раньше, и переплетенная с совершенно другими темами, которыми я в то время, наверное, это произошло где-то полтора года назад, занималась осознанно, готовя книгу по кельтской эпиграфике. И параллельно, в связи с изучением темы перелетных водоплавающих птиц у кельтов и германцев, преимущественно, естественно, гуси и лебедей, символические функции которых я связывала с солярной символикой, потому что, будучи перелетными, они уносят Солнце, а потом они это как бы уносят, приносят его обратно. И мифологемы, естественно, контакты с иным миром. Как известно, уже тоже я не буду приводить, с острова Рюген, там мифы интересные, что откуда появляются дети и не аисты, их приносят, а лебеди, гуси и лебеди, это очень, да и не только там, это широко дороже распространенный сюжет. Но лебеди могут унести детей в свой ихтонический мир. Кроме того, у меня возникает, естественно, следующая идея, что лебеди приносят Солнце не на крыльях, но как более естественным образом, они вместо коней запряжены в колесницу. И рассматривая древние изображения разных колесниц, я в небольшой книжечке на сербском языке, посвященной Балканам и в основном археологическому музею в Белграде, вот нашла это интересное изображение. Вот ее другой разворот, который для меня более важен, потому что там есть некоторые аспекты орнамента, которые заставили меня обратить внимание, потрясение на этот факт. Узнав про эту колесницу, узнав про эту фотографию, про этот предмет, год назад, в мае 1917 года, я согласилась сопровождать моего мужа Вадима Петровича, который выступал с несколькими лекциями в анафилологическом факультете в Белграде, и тоже там согласилась прочесть лекцию, в первую очередь для того, чтобы этот предмет увидеть. Ну, к моему огромному разочарованию, когда я приехала, выяснила, что археологический музей у них уже три года как закрыт. Но моя родственница Людмила, когда я ей сказала, что вот я обязательно должна еще выкрыть время завтра, чтобы пойти в археологический музей и увидеть там только одну вещь, она пошла в комнату, вернулась с репликой и сказала, вот это, конечно. Я была совершенно потрясена, и с одной стороны музей действительно оказался закрыт, но с другой стороны я получила возможность вертеть ее в руках, посмотреть, какого она размера, и выяснила, что здесь не изображено, а там еще такая, видимо, рядом лежала шляпа, и она тоже к ней. И, в общем, я могу здесь на секунду буквально сделать вздох и сказать, что Владимир Николаевич особенно всегда обращал внимание на такие странные схождения и считал, что здесь, наверное, есть какие-то знаки. Теперь выяснилось, естественно, что этому объекту недаром сделана была ее реплика, посвящена значительная литература, она глиняная, сделана примерно в середине второго тысячелетия до нашей эры, не более 30 сантиметров в длину. Она была найдена не в ходе раскопок сначала, а случайно в начале 20 века. В 60-е годы 20 века на этом месте были предприняты уже значительные направленные раскопки, которые обнаружили большое количество похожих глиняных статуэток, но в основном антропоморфных. У меня были их изображения, я потом убрала из презентации, они сами очень интересны. И они как бы вот наполовину погружены были сначала в землю и торчали над захоронением, что довольно странно от погребения. Потом уже, конечно, новый слой уже искрыл и их. Но можно еще восстановить, как это было расположено. Теперь некоторые фигурки изображены на колесницах, некоторые нет. Вот это место раскопок, где все это было. Но вот такая колесница, куда сбрежены лебеди, как я понимаю, для того места является тоже уникальным. Но на самом деле в нарративах поэтических, эпических, а также в нарративах изобразительных «Лебединая колесница» не уникальна. И рассказ о том, как на Балканах связано это все с Аполлоном, естественно, как с солярным божеством, в общем, никакого открытия я здесь не делаю. Это очень распространено. И миф о том, что Аполлон на лебеде отправляется в страну Герпербареев, а потом возвращается, он является необычайно стойким и связывается с этим божеством очень долго. Вот тоже я нашла в Женеве, в археологическом музее. Это уже очень поздняя, это уже эпохи империи. И плохенькая такая, с моей точки зрения, бескусная коробочка для чего-то вроде женских мазей, притираний. Но на ней изображен Аполлон, на лебеде это традиционное такое изображение. Что это владелец этой коробочки думала об этом? Думаю, ничего не думала, просто как бы это стандартное изображение. Но миф о Аполлоне здесь частность. И благодаря авторитету древних греков, которые умели создавать очень законченные и очень совершенные нарративы, тем Аполлона тоже начинает приобретать характер как бы универсальный. И когда появляется лебедь, а с ним рядом какое-то сакральное существо, то уже сразу считается, что это Аполлон. На самом деле, я думаю, что это далеко не всегда так. Я нашла интересное исследование, посвященное не Туплианской колеснице, а чему-то другому, то есть я сейчас скажу, чему. Которое показывает, что на самом деле здесь, в данном случае, мы им делаем гораздо более расширенные, уже и, я бы сказала, пунктирно разорванные нарративные традиции. Я имею в виду, в 2015 году краткие труды несут археологии. Статья некой Сотниковой, которая анализирует наконечник, так называемого, джет Игарского копья из северного Казахстана. На нем изображены одновременно сильно очень орнаментированные и даже не сразу узнаваемые фигурки парных коней и парных птиц. И она прослеживает архаизм тематики в целом и считает, что оба быстро летящих коней, уподобленных птицам, складывалась уже в эпоху Бронзы и приводит множество интересных свидетельств из ведической традиции. Теперь я позволю себе, когда она сказала об этом, я стала искать и я нашла из работ Татьяны Ягольевны Елизаренковой действительно очень много описаний метафорического употребления изображений, как бы вот не изображений, а фигур лебедей или гусей с конями. Я прочту несколько только. «Ваши лебеди, что несут мед, не сбивающийся в пути, златокрылые, кричащие, пробуждающие на заре, плывущие по воде, приносящие радость, вкушающие веселого сому. Приезжайте с нами на выживание сомы, как пчелы на питье меда. Иногда, как пишет Татьяна Ягольевна, сами ашвины уподобляются водоплавающим птицам, ханцам, гусям и лебедям. У ашвины приезжайте сюда, у насати не отворачиваясь, прилетайте, как два лебедя, с выжатым соком сомы». Но Сотникова ссылается на некую, тоже мне известно, честно, к моему студенту, Кузьмину, и считает, что это специфический северно-евразийский образ. Не, в данном случае, ареальный, как она полагает, а не генетический миф. То есть, опять же, возвращаясь к мифу о чем? О том, что лебеди приносят солнце. И солнце связано с солярной символикой. И, как считает Кузьмина, и Сотникова, возможно, и, наверное, они правы. Аполлон в данном случае здесь как бы вторичен и присвоил себе вот эту прерогативу. Теперь, что пишет другой человек, книга которого вышедшая недавно, ну, года два уже назад. Это книга «Фольклёрные нарративы» с кефологов наших, «Погреба Рагевский и Куланда». Он пишет, что выбор именно водоплавающей птицы может быть обусловлен тем, что это единственный представитель земной фауны, обладающий способностью свободно передвигаться во всех трех сферах мироздания. Особо следует выделить то, что мифоритуальная традиция, связанная с водоплавающей птицей, и нашедшая отражение в обрядах степного населения эпохи Бронзы, в дальнейшем не исчезает. Этот образ получает развитие в скифской традиции, и мотив утки, гуси и других водоплавающих птиц широко распространен в скифском искусстве преимущество на предметах, безусловно имеющих культовое значение. Процитированный фагмент показывает то, что вот это была идея в его работе шестого года, в работе, когда в тринадцатом году вышла книжка, это вот я говорю два года, оказывается, уже больше. В визуальном фольклоре они называют это вторичными интерпретациями. И если в шестом году он говорил, что это имеет сакральное значение, то уже один Раевский, то в этом коллективном труде делается очень интересный для меня вывод о том, что воспроизведение очень сложное на конной упряжи скифской некоторых определенных мотивах, в которых авторы находят изображение иранской мифологии, то на самом деле, в данном случае, как они полагают, те, кто эти сложные рельефы делал, причем они очень мелкие, и обычно даже внутри они не видны, этого не имели в виду. Теперь, но при этом все равно возникает вопрос, изобразительный фольклор должен иметь источник, как можно предположить, и пусть источник этот уже неосознаваемый. Но не может ли в таком случае возникать многократно повторяющийся традиционный мотив, который далеко не всегда представляет собой именно блуждающий мотив, но скорее мотив, многократно возрождающийся просто в силу однотипного фона. Перелетные птицы, смена времен года, изображение солярной символики и колесница, как логичное оформление идеи перемещения культового объекта. Но персонифицировано в данном случае человеком, божеством, антропоморфным существом. И вновь странное исхождение. Изображение лебедей, несущих восходящее солнце, было мной обнаружено в прошлом году в ходе работы в комиссии по сохранению жилой застройки Измайлова, датирующейся 1949-1952 годами. На этих массивных малоэтажных домах можно найти много изображений, относящихся к так называемому позднесталинскому ампиру. И вот одно из них. Что в данном случае имел в виду скульптор, имя которого найти так мне и не удалось. Солнце, значит, лебеди привозят солнце. Солнце как символ возрождающейся после войны страны в целом, и Москвы в частности. И эта идея действительно в основном превалировала в застройке этого района. На восток, кстати, направленного. Причем работу в основном символически исполняли, заставляли их делать пленные немцы. Но почему солнце везут лебедей? Видимо, здесь сыграла роль некая архаическая коллективная память, может быть. Или, согласно Рогевскому, погребовый символ, имеющий глубокие корни, тем не менее возродился просто так для красоты, просто потому, что действительно лебеди приносят весну. А весна тогда, в 1952 году, имела определенные коннотации. Либо, о чем я думала уже сейчас, говоря, что, возможно, скульптор имел в виду некие еще какое-то изображение, которое он полускопировал и которое мне неизвестно. Теперь. Удивительным образом все сказанное, хотя я уже долго говорю, уже половина времени, имеет характер предисловия, но на самом деле Дуплянская колесница привлекла мое внимание совсем по другой причине. Дело в том, вот с волнением, когда я увидела еще на картинке, на груди вот этого антропоморфного персонажа, который стоит на колеснице и отрождествляется иногда с Аполлоном, изображено вот некое такое вот три спирали, которые слеплены вместе. Для меня они очень знакомы, они называются спирали времени и изображены на культовых сооружениях Ирландии и Британии, особенно Ирландии. И в первую очередь это культовый комплекс Нью-Грэндж, который знаменит в своем роде. Вот это. Вот они, как они изображены. Одна из них – это Дуплянская колесница, другая – Нью-Грэндж. Это что? Это Нью-Грэндж сейчас, он датируется примерно 3000 лет до нашей эры, но начал строиться несколько раньше. На карте видно, где он находился. Сейчас это хромовый комплекс, самый знаменитый памятник Ирландии и кельты, не имея к нему никакого отношения, он был построен еще гораздо раньше, до заселения. И мы видим изображение вот этих аналогичных спиралей на камнях у входа. Теперь Нью-Грэндж считается тоже солярным храмом, потому что известно, что в день зимнего солнцестояния он ориентирован таким образом, что в этот день по длинному коридору входит луч восходящего солнца, если удается. У них, к сожалению, не всегда облака позволяют этот эффект наблюдать. И сейчас в течение 20 минут, а когда он строился, это было в течение почти часа, солнце освещает внутреннюю камеру, где находится странная чаша. Я про это не буду особо ничего рассказывать, потому что это очень много можно говорить. Теперь, внутри коридора также находятся изображения вот таких вот аналогичных спиралей. спиралей. Нет, ну ладно, я хотела назад сделать. Теперь, если присмотреться, можно сейчас. Да. Как техника изображения спирали в Нью-Грэнджи. Это очень сложным образом выполнено. И здесь это видно было, как это делалось. И это хорошая по этому фотографию, вот мне удалось найти. Там это на самом деле барельеф, а не процарапано на камне. И сначала процарапано, а потом как бы удаляется все лишнее. На этом большом очень камне, который расположен внутри, все лишнее как бы не процарапано и оставлено, поэтому это одновременно и барельефа нет. А более совершенные камни у входа, если можно так себе представить, что вот здесь вот это все вокруг тоже удалено и сделано на плоскость. И тогда вот это вот само изображение выглядит рельефным и выпуклым. Понятно, что это требовало для того времени особенно очень большой и серьезной работы. Техника нанесения на дуплянской колеснице естественно совершенно другая, поскольку она терракотовая, то это просто процарапано на глине. И памятник, в общем, более поздний, датируется вторым тысячелетиям до нашей эры. Но в принципе изображения действительно практически идентичными. Вот. Теперь, кроме изображения на груди персонажа, мы имеем еще несколько изображений на его псевдоодежде, которые являются, как предполагают исследователи, теми же изображениями, но в несколько упрощенном виде. Это маленькие такие вот, ну не спирали уже, концентрические круги, которыми как бы орнаментально украшена вот юбка или некий наряд божества. Но на самом деле это тоже считается, изображены Солнце или другие какие-то астрономические объекты. Теперь, вот такое же изображение, которое изображено в Дуплянской колеснице, было в прошлом году уже, найдено в городе Уидби в Англии, на сточной, на побережье. Это камень второго тысячелетия до нашей эры, ну найдено в музее, естественно найдено, где там написано было, что это докельский культовый камень, и что изображенные на нем вот именно концентрические круги, о которых я говорила, представляют собой солярную символику. Теперь, я должна сказать, что идеи, ну здесь, конечно, это все выполнено гораздо менее совершенно, чем в Ирландии, и даже, естественно, чем и на Дуплянской колеснице. Считать, что грубое схематичное изображение более раннее, а выполненное более совершенной технике более позднее, логично, но далеко не всегда это справедливо. Как пишут в книге, о которой я уже говорила, Раевский и Погребова, иногда более поздние эскиевские орнаменты демонстрируют напротив чистую схематизацию, отступление от канона и утрату осознанной нарративной связи с мифом-источником. Кроме того, в нашем случае мы не можем говорить и об этнической идентичности населения, оставившего след на камню из Уидби и тех, кто создавал храмовый комплекс Нью-Грэндж. Изображения, близкие по форме Уидби, но выполненные в технике барельефа уже тоже, как и в Нью-Грэндж, были обнаружены мной тоже в Ирландии, гораздо менее известном, менее посещаемом месте. Он называется холм Старухи, вот как он сейчас выглядит. И он представляет собой тоже курган коридорного типа. Это псевдопогребение, это все генотафы. Он датируется гораздо более поздним временем, вторым тысячелетиям до нашей эры, середины, и до 500 года нашей эры. То есть, что означает до 500 года? То есть, до 500 года примерно, конечно, он использовался как храмовый комплекс. Здесь можно очень сказать осторожно, потому что 500 год примерно, это огромный, пятый век вообще, и вот пятый, середина шестого, огромный переворот был произошел в Британии, когда, с одной стороны, возможно, в связи с распространением христианства, ушли прежние культы, но важнее в данном случае не только это, а то, что сменилось население. И гайдельское население, которое было, конечно, уже гораздо раньше там тоже, но оно постепенно подавило все местное население, и все перешли на гайдельский язык. Теперь, какие там изображения? Вот эти же изображения, вот здесь на карте из холма Старухи, мы видим, они уже выполнены в технике, как бы тоже по рельефу, но гораздо худшую, чем в Нью-Грэнже, но то же самое здесь концентрические круги. Но, опять же, что могу сказать, что это только там, что ли? Конечно, нет. Они встречаются в эндорнаментике очень часто, и я сама себе сказала, достаточно открыть любой иллюстрированный альбом по археологии. Я действительно взяла, открыла что-то, что у меня стояло на полке, и сразу нашла херсонеский костяной гребень, не относящийся к греческой культуре. Здесь тоже самое у нас есть круги, но внутри вставлены полудрагоценные камни, и что думал об этом владелица этого гребня, что думал тот, кто создавал этот гребень, мы не знаем, я подозреваю, что это просто чисто орнаментальное изображение. Но вернемся еще к Нью-Грэнжу. Спирали, собранные в пучок из трех линий, имеют известно в истории орнаментики слово «трискел» или «трискел». Ивон тоже считается древним солярным символом, и точка его распространения не совсем ясна. Его субвидом считается и свастика. Изображение трех бегущих ног представлено и на гербе Мальты, и на гербе острова Мен. Считается, что впервые он был использован в Западной Европе, по крайней мере, в Европе, как символическое изображение на Мальте в связи с какими-то астрономическими задачами. Изображения датируются там примерно с середины пятого сочелетия до нашей эры и несколько поздние. То есть они еще более древние, чем спирали Нью-Грэндж. И техника нанесения орнамента очень похожа на технику нанесения орнамента Нью-Грэнджа. Это то же самое. Таким же образом сделаны брельефы, когда удаляется, сначала намечается рисунок, а потом удаляется все лишнее. И я сейчас вижу, что вот это изображение, которое я здесь даю, это полностью повторяющее одно из изображений из пиктов, один из пиктов, но об этом я просто не боюсь. Вот эти вот. Ну вот, куда они? Вот такая вот сложная, как бы полувосьмерка. Теперь, при всем нежелании моем как-то локализовать в пространстве во времени символ трехспиранди и считать его фольклорным и далеко не всегда имеющим четко единичное значение, все-таки приходится признать, что изначально он был связан с культурой мегалитов, причем с наиболее совершенным ее видом, крытыми сооружениями курганного типа. И не случайно трескелеон встречается и на Северном Кавказе, где тоже есть тальмены, и вот его изображение на гербе Ингушетии. Само его изначальное происхождение все-таки, видимо, связано практически с солярной символикой и, как мне удалось найти в разных работах, изображает эффект, так называемое «Солнце играет», который человек древности, как считается, ввиду лучшего климатических условий, мог видеть гораздо чаще, чем теперь, и для которого оно, естественно, было очень важно. Но это еще далеко не все. Возвращаемся опять к Нью-Гринджу. Кроме внутренних галереи, так называемого алтарного камня, есть другие камни, так называемые, вот они, бордюрные камни, на которых другая символика. С одной стороны, там тоже наблюдаются спирали, но начинают появляться еще вот другие изображения, видите, похожие на лепестки. Вот они. Там же эти лепестки, то есть лепестки это или не лепестки, я видела и в, вот, холм старухи. Там здесь так сделано специальным мелом. На самом деле, если человек не знает, что там нужно это видеть, он ничего не увидит, но видите, там это считается, что это изображение цветов. И как все знают, что еще в период неандертальцев цветы клали на могилу умершего, невозможно имеется в виду, что это, поскольку погребальный комплекс, то там, конечно, изображение цветов замещали вот сами цветы. Но можно совершенно привести другую параллель. В Британь, мегалитический комплекс Гаверни, там находят сходные изображения. Вот эти изображения Гаверни и вот эти изображения этой части из бордерных камней Нью-Грэнджа действительно необычайно похожи. Что же в литературе пишут про Гаверни? Извините, Гаверни. Еще в 1885 году археолог Александр Бертран предположил, что здесь изображены отпечатки пальцев человека. Тогда как раз эта телоскопия входила в моду и все этим очень увлекались. И действительно мы знаем, что руки, это бог знает где, совершенно в другом месте, были одни из самых первых символов, связанных с человеком. Вот это изображение там же, но считается, что здесь, мне не видно, честно скажу, на картинке, но можно увидеть, что здесь человек пытался воссоздать свои отпечатки пальцев, видимо, как какую-то личную подпись. Но Гейсли сделает красивый вывод о том, что храмовые комплексы типа Нью-Грэнджа одноболимерно символизируют и солярное божество в виде спиралей, и работу для создания комплекса и работников, и, возможно, захороненных там людей, то отпечатки пальцев здесь в данном случае как бы олицетворяют человека. Но я считаю, что это, собственно говоря, не совсем так. Кроме того, часть элементов могла, как мне кажется, быть и не заимствовать, но воспроизводиться вновь и вновь, как подобно вот эти вот изображения руки и на самых первых изображениях. Они были, вот, то, что я приводила из Аргентины, они встречаются все в Испании, как все знают, и во Франции, и во многих очень других местах, и, возможно, изображения руки могут быть найдены где-то и в Сибири, и в других местах. Кроме того, с другой стороны, сама форма курганного типа как бы напрашиваются вот эти отпечатки пальцев, которые действительно похожи. Это изображение 1 на 4 цифры. Это отпечатки пальцев у каждого этноса как бы свой. А это изображение. Что в данном случае мы имеем? Мы имеем здесь и это изображение из Британии, это Гаврини. Это то, о чем я не рассказывала, но тоже за хранение курганного типа холмтары в Ирландии. А вот это совершенно такое же вот изображение. Я сфотографировала позапрошлым году в Латвии. Это погреб для хранения продуктов. И когда я это написала, то я видела, что слова погребения и погреб, что это, в общем, одно и то же, и на этом остановилось. Да, теперь эта дуплянская колесница, у них, естественно, предмет туристической забавы и всего прочего, но от этого ее загадочность все равно не остается, не заслуживающей внимания. Большое спасибо. Это новая колесница, про которую нашли совсем недавно и еще не успели ничего написать. Большое спасибо. А для меня... Конечно, дупляйская. Да-да-да-да-да-да-да. Это написано на дуплахе. Ну да. Она на самом... Нет, на самом деле, вот как я говорю, что проблема передачи имен собственных является всегда проблемой. Но нужно в данном случае не вот считать, вот как вот сейчас это произносится, а в час еще искать, как это уже пошло в нашей русской традиции. И я считаю, что если... Сейчас, Сережа. Рыбаков употребляет слово дуплянская, то нужно вслед за ним говорить дуплянская. И если я говорю дуплайская, то это здесь у меня как вот дегласия. Я пишу дуплянская, а неправильно говорю дуплайская. Я совершенно согласна, я абсолютно согласна. Да, слушай, дуплянская. Дуплянская. Не дуплайская, а дуплянская. Там стоит белый мягкий знак, белый йоз. Я не спорю. Дуплянская. Это у меня просто русский акцент. Да нет, нет такого акцента. Дуплянская. Хорошо, я не спорю. По-русски надо говорить дуплянская. С мягким... Дуплянская. Нет. Дуплянская, раз он уже... Он отдыхает. Хорошо. Мне интересно вот что. Вот изображение, которое я показывала из 50-го года, где лебеди привозят солнце. Что человек, который это сделал, я думаю, что он ничего не имел в виду. Но одновременно он все имел в виду. Потому что он, будучи скульптором, читал в свое время какие-то книги. И он что-то осознавал. Но оно возродилось в нем каким-то образом без ясного понимания. И если вы его спросили, вот, товарищ Петров, что вы хотели этим сказать? С этими изображениями, кстати, потом очень боролись. Их даже не по каким-то идеологическим соображениям сбивали. А было постановление о том, что у нас слишком много излишеств в архитектуре. И тогда вот их начинали сбивать. Да ничего, вот просто так. Но я в свое время, у нас был целый курс лекций дочери Ольги Александровны Смирницкой, Екатерины Смирницкой, которая занимается звериным стилем в скандинавской культуре. И она показывала изображение большого камня в Швеции, на котором изображен так называемый большой змей. И у него очень много разных орнаментальных дополнений. И ее вывод был совершенно парадоксальным, что это просто так, что там не изображено ничего, что это просто вот орнамент. Я с ней спорила, я встала, я помню, и сказала что-то там, что вот так вот не может быть. Это была теплая погода, конец мая. На мне была кофточка, на которой было изображено три цветочка. И она сказала, а вот что вы имеете в виду? Почему у вас что? Что означает этот цветы? Я сказала, да, в общем, ничего, это просто так. Ну вот она сказала, например, в Бреции орнамент, изображающий растение, является изначально очень важным. И мне было, как бы, нечего ответить действительно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова